так всем привет вот решил записать видео тут приехал с работы человек написал что по поводу балки хочет подробнее как что там есть видео ну думаю пока двигатель снят будет более наглядно и по понятней когда засниму потому что когда двигатель стоит она немножко скрывает в принципе здесь ничего сложного нету как я уже раньше говорил здесь получается вот это вот вот это вот самодельный швеллер из сварен из частей вот получается две боковицы 14 швеллера я сварил ну и гнул все под свои размеры вот но самое главное у всех это может быть разное что я взял взяты вот это вот ступица жигулевская ступица от классики передняя ступица получается вот это вот поворотные кулак эти вот цапфы все ну сейчас я не покажу там есть подробно видео когда его сам делал вот эти все цапы я посрезал по кругу и меня осталась круглая часть и получается сама ступица под подшипники вот это все я вымер и приварил к этому швеллеру вот что было все ровно приварила потом взяли мы саму ступицу саму ступицу и прикрутили к швеллеру опять же у всех это вот все разное но сниму как у нас здесь что подключим свет лучше было видно вот вот у нас получается ступица вот ступица на сверлили мы дырок но чтобы под большое отверстие и всунули сюда ступицу и просверлили 4 дырки вот вот в этом месте крепится колесо вот в этом месте крепится колесо и мы зажимаем на 4 болта вот получается если нам надо снять балку получаться мы откручиваем гайку и снимаем полностью вот этот чулок вот этот вот чулок снимаем но это проще всего получается у меня здесь я прошлом видео показывал балка крепится на 4 болтах здесь 2 из той стороны 2 мы получаться откручиваем откручиваем эту гайку и вынимаем сторону если надо чтоб ступица осталось но принципе это нам никогда не придется снимать потому что если даже подшипники поменять мы просто откручиваем вот эти четыре гайки отодвигаем и меняем подшипники но я думаю они здесь будут вечно ходить вот здесь получается мы здесь отрезал я от тормозного диска от тормозного диска вот отрезал для того чтобы получается снять нагрузку с болтов чтобы у нас была опора вот под именно упиралась в этот тормозной диск здесь он чугун но я варил электродом по этому чугуну в принципе но я думаю что она нет ломается потому что в любом случае болты делают свое дело плюс это вот этот диск забирает нагрузку они между собой будут держать вот в принципе вот такая вот конструкция здесь планировалось и это сделается в будущем если мне придется вообще этот мост когда-либо снять вы здесь планируется пластина либо на на всю размер чулка допустим там четыре болта с этой стороны четыре тут просто приварится наглухо пластина на сверлиться дырок и в это в этой части тоже либо косынки сюда скорее всего косынки чтобы усилие было это же болтов чтобы болты открутил и снял чисто вот вот этот вот мост качалка чтобы осталось на тракторе но на данный момент если меня надо снять даже я откручиваю четыре болта гайку ступичную отодвигая вот эту вот одну половинку там откручиваю просто гайку и выкатываю мост вот на остальных предыдущих всех тракторах за всю эксплуатацию мне никогда не приходилось снимать мосты тут конечно ну вот так что думаю свое время если даже там что-то где-то ну если придется менять мост но мост по сути не убиваем что здесь этому металлу ничего не случится единственно редуктор но редуктор получается мне здесь сделано к одной части и здесь я усилил чтобы опиралась на редуктор чтобы нагрузку тоже нагрузка шла не только на чулок но и на редуктор вот если по сути гайка откручиваешь убираешь есть только дифференциал перекинуть с главной парой но не дай бог мне туда лазить лучше пускай находит потому что эти там регулировки пластины этот подбирать там и тепловые зазоры там насмотрелся видео не хочется туда даже лезть и это все делать вот вот такое вот крепление в принципе ничего тут сложного нет делают большинство делают палец палец вот масленки и толотницы на так называемые и это все дело смазывается но появляется выработка и начинает балка гулять я от этого ушел чтобы это было как бы в будущем проблема меня обошла вот как то так все ребята здесь есть какие то вопросы в принципе все что мог снять есть там предыдущее видео подробно как я ставил как я снимал как я делал это все самого начала все всем спасибо удачи пока